В рамках выполнения соглашения между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Комиссией ядерного регулирования США об обмене технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности промышленную площадку Чернобыльской атомной электростанции с рабочим визитом посетила делегация Комиссии ядерного регулирования США во главе с комиссионером НРС Стивеном Бернсом. Во время визита американскую делегацию сопровождали председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, а также директор офиса Министерства энергетики США в Украине Хизер Белл. Основным объектом посещения стала площадка хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа Хаят-2. Главный инженер проекта повышения безопасности Андрей Савин познакомил представителей НРС с ходом реализации проекта в целом и более детально с отдельными принципами функционирования самого хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа. Представители комиссии ядерного регулирования США во главе с комиссионером НРС Стивеном Бернсом интересовали вопросы аварийного реагирования и соответствующих возможностей системы учета и контроля ядерных материалов и физической защиты, взаимодействия ядерной безопасности, ядерной защищенности и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на таких объектах ядерной отрасли, как наше хранилище отработавшего ядерного топлива сухого типа, где будут храниться ОТВС реакторов РБМК Чернобыльской АЭС. Соглашение между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Комиссией ядерного регулирования США об обмене технической информации и сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности направлено на укрепление сотрудничества в области регулирования безопасного использования ядерной энергии в мирных целях, развитию законодательной базы в области ядерной и радиационной безопасности, обмены опытом в вопросах лицензирования деятельности в сферах безопасности использования ядерной энергии и регулировании безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.